Я рада вас приветствовать на моём канале. 27 июня, 14 июня по старому стилю отмечается народный праздник Елисей-Гречкосей, Елисей в день. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают пророка и чудотворца Елисея. В народе, по традиции календаря народного, отмечают Елисея-Гречкосея, названного так потому, что в этот день крестьяне, веря в приметы, старались обязательно досеять гречиху. Издавна гречневая каша считалась очень полезной. К тому же она, согласно поверью, притягивала богатство и прибавляла ума и сообразительности. Поэтому наши предки старались максимально ею запастись. Посев гречки длился несколько дней, но посаженная именно в Елисеев в день 27 июня, она росла сильной и густой. Сели её в сухую землю, а потом ходили к крапиве и заклинали это растение, чтобы завтра пошёл дождь, такой необходимый для прорастания гречишных семян. Традиционно сегодня осветили одежду, чтобы человека, надевшего её, всегда сопровождала удача. Это делали не только с вещами, надетыми первый раз после Нового года, и не больше трёх раз, но и с теми, которые дарили или передавались по наследству. Их стирали в трёх водах – вродниковой, непочатой и святой – и сушили на ветру. Также в этот день освещали наряды, в которых чувствуешь себя не очень комфортно. Ведь причин для этого может быть несколько. Во-первых, тот, кто шил вещь, мог быть в скверном настроении, и свою негативную энергетику, сам того не желая, он передал одежде. Во-вторых, часто аура создателя одежды не подходила её носителю. И в-третьих, были такие мастерицы, которые специально шили вещи, чтобы передать негатив через них. В любом случае, такую одежду в Елисеев день замачивали в непочатой воде, в которую добавляли немного крещенской. После стирали в реке, чтобы все неприятности унесла вода куда подальше, и сушили три дня на солнце. Перед тем, как надевали, читали «Отче наш». Крестьяне верили, что в речке живёт добрая гречушница, дух, дарящий силу и энергию. Поэтому среди беременных было принято ходить перед родами в гречишное поле, чтобы они прошли легко. Больных тоже выводили в гречиху, они должны были в ней покататься, тогда, по примете, все недуги быстро уйдут. Если на этот день намечалось какое-то важное событие, готовили гречку и ели её либо с молоком, либо со сливочным маслом. Часто каши клали под печку домовому, чтобы он подсобил в сложной ситуации или вовсе избавил от неё. Если же дело касалось денежных вопросов, то вместе с гречкой домовому клали ещё и монетку, прося его о помощи. Проводили в этот день ритуалы и обряды, читали разные заговоры на гречневую кашу. По поверью, сегодня она всем помогала. Проводили, например, сегодня такой денежный ритуал. 27 июня брали гречневую крупу и клали на дно посудины, где будет готовиться каша, жёлтую монету, приговаривая заговорные слова. «Денежная крупа, ты нам подсоби, богатством одари». «Будем жить при деньгах, забудем о долгах. Аминь». Эту кашу нужно было съесть только своей семьёй. Первым её отведать должен был глава семейства. Сегодня по церковному календарю день святого Елисея. Известно, что святой мученик был великим чудотворцем, который пророчил будущее, исцелял больных и даже мог воскрешать мёртвых. Поэтому и этот день чудотворный. Приметы на 27 июня помогут привлечь капельку чуда и в свою жизнь и стать очень счастливым и удачливым человеком. Утро можно начать с молитвы святому Елисею. У святого можно попросить удачи и любви, счастья в жизни и везения. Также приметы говорят, что сегодня продолжают накрывать на стол гречку. Люди верили, что гречневая каша является символом богатства и приносит в дом достаток. И самое главное, сегодня можно сделать так, чтобы весь год в жизни человека была удача, счастье и успех. Для этого нужно купить новую вещь. Это может быть любой предмет гардероба. Вещь эту нужно сегодня осветить в церкви, а потом носить на себе в течение дня. И после этого еще два дня, чтобы получилось три дня подряд. После трехдневной носки вещь стирать нельзя. Ее нужно спрятать и одевать только в те моменты, когда особо нужно везение. Например, на деловую встречу, экзамен, свидание, путешествие. Вещь сама по себе будет притягивать удачу. Но надевать ее слишком часто тоже нельзя. А если ее постирать, то всю удачу из нее выстираешь. Поэтому и получается, что не получится надевать ее слишком часто. На крайний случай можно просто взять освященную вещь в руки и помолиться Елисею, попросив о помощи. В течение года эта вещь будет помогать. Потом в следующий Елисеев день ее можно постирать и носить как обычную. А осветить можно будет другую новую вещь. В этот день читают особый заговор, чтобы узнать, исполнится ли желание. Для этого нужно пойти в поле, взять в руки пучок колосьев и прочитать такой заговор. Народ Богу молится, Бог молящихся прощает, Бог молящимся помогает. Помоги мне, Господь, и мне, Раби Божьи, правду мне укажи. Тереш число колосков ее покажи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Потом нужно сорвать пучок колосков и пересчитать количество колосьев. Если их четное количество, то желание сбудется, а если нет, то не сбудется. Согласно приметам, если сегодня непогода, то еще семь дней будет такая же непогода. Дождь идет, то дожди еще неделю будут идти. Звезды ночью мерцают, жди на завтра жару и зной. Приметы на 27 июня говорят, что кто сегодня вещь новую освятит, тот весь год удачливым и счастливым будет. Главная народная примета, напоминающая, что нельзя делать 27 июня в день Елисея Гречко, все связано с работой, которую нужно делать качественно и основательно. Тот, кто в этот день будет трудиться спустя рукава, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами. Приметы запрещают в день Елисея долго валяться в кровати, а в течение дня бездельничать. Считается в народе, что лентяй и бездельник в скором будущем рискуют слечь с тяжелой болезнью. 27 июня нужно активно работать, а если останешься дома, нужно сделать уборку, затеять перестановку, перебрать вещи, навести порядок в шкафах и на полках. Не с тот день Елисея Гречко-Сея пить алкоголь и лекарственные препараты на спирту. По примете, можно отравиться. Наши предки верили, что в этот день в алкогольные напитки заползает нечистая сила, которая, попадая в тело человека, начинает вытворять с ним всякие неприятные вещи. Запрещается в день Елисея переедать, иначе живот начнет болеть. В этот день нужно постараться поголодать, чтобы помочь организму очиститься от накопившегося негатива. Нельзя в этот день есть яйца с двумя желтками. Случится беда, избавиться от которой получится, только прилагая большие усилия. Такое яйцо надо выкинуть или же использовать его в косметических целях. Втереть волосы, сделать питательную маску. Поверьями запрещается в этот день срывать цветки лютика. Считается, что этим можно навлечь на себя серьезный скандал, встроенный важным человеком, от которого зависит профессиональное будущее и личная жизнь. Если в этот день сухо, примета, что гречиха уродится. Ливень, начавшийся на Елисея, будет 7 дней идти. Грибы с ягодами уродятся, если в этот день обилие мошкары. К непогоде петух головой трясет. Если коршунов много в небе, примета, что будет ясный день. Если утки ведут себя тихо, примета к грозе. Считается, что рожденные в этот день хорошие земледельцы, посаженные ими растения растут очень быстро. 27 июня православные христиане почитают память еврейского пророка Элиша. Славянские народы называют его Елисей. Он был пророком в течение 65 лет. При шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. С именем пророка связывают много чудес. Исцеление больных и воскрешение умерших, умножение хлебного зерна. В то же время Елисей нередко изображается жестким и даже жестоким. По преданию, однажды он проклял детей за то, что они его дразнили. И малышей тут же разорвали две медведицы, вышедшие из леса. Что же категорически в этот день делать нельзя, согласно приметам. Нельзя кричать, ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо. Если не хочешь навлечь на себя и своих близких беду, то постарайся быть мирной и решать все проблемы только спокойным переговором. И лучше так делать всегда, ведь потраченные нервы не вернутся. Нельзя сегодня стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому, если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойней. Считается, что сегодня нельзя надевать одежду красного цвета. Этот день часто считается символом не только страсти, но и агрессии. А в день Елисея такого быть не должно, иначе рискуешь навлечь на себя проклятие и беду. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok